РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем всех слушателей программы «Мама знает всё» в студии Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Это проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Наша программа – это площадка, где мы обсуждаем, насколько зависит спортивная судьба ребёнка от позиций родителей. Сегодня у нас в центре внимания молодой российский футболист Максим Мухин. Он полузащитник футбольного клуба ЦСКА и игрок национальной сборной. Мобильный, быстрый. Его карьера развивается столь же стремительно, как и сам он движется по полю и борется за мяч. Максиму Андреевичу 20 лет. Молодой человек родился в Тольятти, в Самарской области. И к нам в студию в гости приехала его мама Лариса Павловна. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер, Лариса Павловна! Признавайтесь, насколько сильно вы любите футбол? Футбол, конечно, любим всей семьёй. Смотрим все турниры, переживаем. Скажите, вы прониклись к этой игре только потому, что в неё играет ваш сын или всегда были неравнодушны к футболу? Прониклись только, когда начали играть в футбол. Мы ещё давайте поясним нашим слушателям, что сыновей у вас двое. Двое. Максим младший, старший Никита, ему 25 лет. Он в футболе, да. Только сейчас Максим у нас как бы в футболе в большом, а Никита занимался футболом и сейчас занимается судейством. Мы о нём ещё обязательно поговорим. А кто больше всего повлиял на ваших сыновей именно в плане любви к футболу? Это был дедушка. Это мой папа, Павел Александрович. Он привёл в секцию сначала старшего сына Никита. Потом занимался, Максим ещё было 3,5 годика. У нас футбол был и дома, и на улице. А про Павла Александрович расскажите, он сам спортсмен? Нет, не спортсмен. Но почему-то вот футбол он любил и решил, что надо пробовать привезти в секцию. Итак, сначала дедушка привёл старшего, потом младшего внука в футбол. Но наверняка ещё до секции были чемпионаты дворовые. Во дворе. Да, он начинал уже с дедушкой. Во дворе они пинали мячик. И вполне у него получалось. Он неосознанно, серьёзно, да. Потому что у нас же и дома было, и ворота дома были. Как мама к этому относилась? Мама приходила с работы. Люстры в полуподвешенном состоянии. Шторы на полу. Соседи стучат по батареям, когда этот мячик у нас закончится. Пыталась сохранять спокойствие. Но не ругали? Нет, не ругала. Есть предложение, кстати, поговорить с дедушкой, коли уж мы про него заговорили. Итак, у нас на связи Павел Александрович. Здравствуйте. Павел Александрович, внук Максим про вас говорит, что вы самый ярый его болельщик. Да. Как шутили соседи, говорит, дед сначала научил его футбол, говорит, играть, а потом, говорит, ходить. Поэтому мы с ним с рождения. А с чего началась и чем подпитывалась конкретно ваша любовь к футболу? Ну, я сам спортсмен. И их сразу начал привлекать к спорту. Ну, им больше понравился футбол. Ну, а я как настоящий мужчина, как я футбол не могу любить. А вы чем занимались? Каким спортом вы увлекались? Ну, у меня в основном лёгкая атлетика. Ну, что-то я тоже подзабыла про этот момент. Да, Лариса Павловна сказала, что вы к спорту, в общем-то, по большому счету не имели отношения. Ну, школа, институт. Вы привели внука в секцию, когда Максиму было всего 4 года. Что у него тогда уже получалось? Ну, он мог уже, как тренер сказал его, мог уже тянуть ножку. То есть мяч подбирал уже как футболист с опытом. Ему двух годик не было, мы с ним вдвоём играли во дворе, потому что его в большую компанию не брали. И мы с ним вдвоём отрабатывали эти удары. Нас тренер увидел, когда, говорит, о, приводи осенью, говорит, уже на это. Ну, то есть, по сути, всё равно можно сказать, что первым тренером Максима Мухина был Павел Александрович, дедушка. Ну, значит, получается так, да. Мы его признаём это. И Максим, и я. Что первый тренер был дед. В 6 лет Максим Мухин попадает в Академию Коноплёва. Павел Александрович, расскажите нам про эту Академию. Хорошо там готовили маленьких футболистов? Очень. Потому что вот подготовка шла, уже их набирали с садиков где-то вот с 5 лет. Академия, там очень хороший вот этот коллектив тренерский. Не просто как вот отрабатывал, а именно воспитывал вот ребят. Первое, что мне вот нравилось, то, что они вот приучали их сразу слушаться. То есть тебе положена эта сторона играть? Играй на этой стороне. Всё, не бегай туда-сюда. А скажите, пожалуйста, вы по ходу его обучения, вы как-то контролировали процесс? Ходили к нему на тренировки, наблюдали за ним? До Академии я, конечно, я его водил. Потому что занятия шли здесь, по месту жительства до 6 лет. Ну, во-первых, тренер запрещал что-либо родителям подсказывать. Это мы с ним обсуждали уже потом. То же самое в Академии. В Академии он уже, ну, ездил уже без деда. Дед только ездил в выходные с ним. Суббота, воскресенье. Ну, тоже. Парень серьезный такой. Дед, ты не кричи, когда я на поле играю. Я говорю, ну, ладно, я понял, не буду. То есть мы игры обсуждали после. А вы кричали на поле? Что-то рекомендовали? Что-то ему сделать? Как себя вести? Кому пас отдать? Ну, типа того, как настоящие болельщики. Как обычно. Ну, ты быстрее, ну, там, блее бери, ну, правее иди там. Как говорится, орел болельщика. Павел Александрович, вот помимо всех позитивных историй, связанных с продвижением Максима в футболе, есть эпизоды чуть ли не с криминальным подтекстом. У нас сейчас, наверное, не получится разобраться во всех перипетиях, связанных с деятельностью футбольных агентов. Но, думаю, главное, вы нам сможете рассказать и предупредить, самое главное, другие семьи юных футболистов, от товарищей, на которых в свое время напоролись вы. Вот расскажите в нескольких словах, да, вот эту историю с футбольными агентами, которые во время чем подпортили. Здесь просто надо быть внимательнее, когда подписываешь документы. В разговоре все могут быть хорошими, все, а в итоге заключается все эти разговоры, как говорится, подписанием документов. И вот здесь вот подвох может, как говорится, быть, который может, ну, просто нужно проследить в любом рядовом, как говорится, родителям, обязательно, там, имеющим юридическое образование или что там. То есть нужно понимать, что у ребенка еще столько лет, и подписывать такие серьезные, там, допустим, контракты и все прочее, не стоит. И это не серьезно. Читать нужно внимательно, если не понимаешь, проконсультируйся с юристом. А у вас получилось, что вы подписали контракт, который оказался... Ну, я в сужении вырос на доверие, тем более он, как говорится, ну, с виду ты из первого знакомства, приятно, как человек был. Еще не мог я подумать о таком. Ну, жизнь, как говорится, показала обратная. И у вас это дело закончилось судами? Суд, да. Ну, да. Ну, это уже спасибо его сегодняшнему агенту. Все нормально закончилось. И для нас, и для ИСА, главное, для Максима. Спасибо огромное. Павел Александрович был у нас в программе. Всего самого хорошего. Спасибо вам. Лариса Павловна, то есть, по большому счету, получилось, что вы вдвоем с папой и со своим Павлом Александровичем смогли переломить ситуацию с футбольными агентами на свою сторону. А ведь не всем это удается, да, в футбольном мире. Я даже не знаю, как, но было такое сильное желание, что ли, доказать свою правду. Его же, простите, я перебью, его же Максима, по сути, поставили на штраф, да, то есть, он подписал не тот контракт, который хотел, чтобы подписал футбольный агент. В итоге футбольный агент, желающий заработать, естественно, в первую очередь на этом деньги, стал выставлять какие-то ему контрсанкции, скажем так, да? Ну, я скажу, что эти суммы были прописаны в договоре, я эти суммы видела. Я, конечно же, читала договор, не то, что вот мы вот прям подписали, нет. Нет, договор был полностью прочитан, и на эти суммы я обратила внимание, я уже потом общалась с этим господином. Он сказал, это всего лишь формальность, не обращайте на это внимания. И вы поверили? Мы поверили. А оказалось не формальность? Оказалось, да. Он потом вам этот договор предъявил? По этому договору был составлен иск, и составлял его же юрист. У нас же не юриста, никого не было, и первоначально этот договор, он был в пользу вот этого вот агента в кавычках. И уже потом в процессе мы узнаем, что его, оказывается, лицензии-то не имеют. Ну, даже не было лицензии? Лицензии нет, и мы не знали, что как бы мы неопытны были в этих вопросах, с кем заключать, надо ли заключать. А то, что даже и лицензия должна быть, мы об этом вообще даже не подразумевали. Ну, еще раз подчеркнем, что закончилось все дело в суде, и вы с Павлом Александровичем, с вашим папой победили и отстояли, в общем-то, да, свою правоту. Да, этот суд выиграли. Молодцы. Стойкие бойцы просто. Просто настоящая команда такая семейная, которая смогла отстоять интересы. Продолжаем. Лариса Павловна, давайте еще немножечко об Академии Коноплева. Какие условия там были? Ну, условия очень хорошие. Вам приходилось тратиться на футбольные нужды с новей, или Академия обеспечивала всем необходимым? Академия полностью обеспечивала. Здорово. И экипировка, и питание, и выезды. И выезды были и за границу, и по России. Очень много соревнований было. Давайте поговорим с первым тренером Максимом Мухина. У нас на связи Камиль Кобирович Миночев. Здравствуйте, здравствуйте. Камиль Кобирович, вот давайте сейчас уже конкретно про Максима, про его подготовку, про его таланты. Говорят, что физически Мухин сверстников не превосходил, но его конек, нестандартная техника, мышление и мощь давали ему преимущества. Совершенно верно. Когда он был маленький, но отличался тем, что неуступчивостью, характером своим, и смелостью, и даже в те времена, когда им было по пять, часто даже играл даже, ну, с годом старше детьми. Видно было, что парень неуступчивый, злой в меру, как бы. Характер, да? Да, да, да. И техническая подготовка была уже, он многое умел уже. Камиль Кобирович, вот я понимаю, что вы и детей, соответственно, хорошо знаете, и того, и другого мальчишка с Ларисой Павловной общались, но, наверное, отдельная история – это ваше общение с Павлом Александровичем, с дедушкой. Ну да, да, согласен. И сейчас общаемся, обмениваемся мнениями. Дед же сыграл огромную роль, вот, Павел Александрович, в том, чтобы мальчишки достигли таких успехов в футболе. Ну, дед, ну, и сейчас семья, соответственно, как бы, с этой стороны проблем не было с родителями. Всегда поговорили, объяснили, и они, когда встречались, меня спрашивали, мое мнение, я встречал, там, приветы передаем, как бы это. Спасибо вам огромное. Спасибо, Найкобирович. Первый тренер Максима Мухина, Камиль Кобирович Миначев был у нас в эфире. Всего вам доброго, всего вам самого хорошего. Лариса Павловна, а вы чем по жизни занимаетесь, вот, ваша сфера деятельности? Вам азарт, эмоции, жертвы во имя любимой работы близки по духу? Думаю, что нет. Нет? Жертвы нет. Азарта тоже в бухгалтерии мало. Вы в бухгалтерии работаете? Да, я в бухгалтерии. Тут не столько азарта и жертвы, сколько скрупулезность, точность. Сосредоточенность, точность. Ну, цифры, цифры, цифры. Проверяем формулу, а тостинки не родятся апельсинки на героях наших программ. Сегодня беседуем с мамой Максима Мухина, Ларисой Павловной. Теперь небольшой перерыв, скоро продолжим. Как воспитать чемпиона? Мама знает все. И расскажет на Авторадио. Мама знает все. Программа создана по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Мы продолжаем беседу с мамой успешного молодого российского футболиста Максима Мухина, с Ларисой Павловной. Лариса Павловна, мы, общаясь с мамами футболистов и футболисток по рамках нашего проекта, периодически сталкиваемся с искренним, честным нежеланием отдавать ребенка в этот вид спорта. Ну, то есть физкультура – это хорошо, нагрузки тоже неплохо, но по полную ходить в футбол – вот этого не надо. Ваша позиция изначальная и теперь? Нет, у меня такого мнения не было. То есть вы, в принципе, поддерживали все желания? Я поддерживала, потому что это была такая любовь с детства к футболу. Следил за игроками у нас, эти вот наклейки, журналы, игры, все это присутствовало. И у нас до сих пор еще топклеен компьютерный стол этими наклейками. Чемпионаты выходили из журнала к Чемпионатам мира, продавали наклейки, мы это все клеили, журналы и на столы, и на двери иногда там тоже везде наклеивалось. И мама всегда поддерживала? Я поддерживала. Кем вы видели своего младшего мальчика, кем его представляли? Даже не задумывалась. Серьезно? Да. Почему-то как-то все время было посвящено футболу. Спорт почему-то, всегда спорт был на первом месте. А вы смотрите, мы уже пообщались и с дедушкой, и с первым тренером поговорили. Они обозначили, да, скажем так, какие-то основные черты характера Максима, которые сыграли очень серьезную роль в его становлении как спортсмена. А вы как мама, вот вы бы какие черты характера своего сына назвали определяющими? Ответственность, целеустремленность. Если он ставил какую-то цель, это было всегда непреодолимое желание достигнуть этой цели, как-то он к ней стремился, прилагался усилия. А вот там разгильдяйство, наглость, беспечность может себе для разнообразия позволить? Нет. Ну, как он говорит, на поле я злой, а в жизни я добрый. На всякий случай напомню нашим слушателям, что Максим Мухин – это бронзовый призер чемпионата России 20-го и 21-х годов с локомотивом и обладатель Кубка России с той же командой в том же сезоне. Борис Павлович, вот Максиму сейчас 20 лет, но иногда, когда изучаешь его заявления по поводу игры, по поводу работы и ответственности за то, что происходит на поле в жизни, вот вдруг воспринимаешь мальчика, взрослее его реального возраста. Вам так никогда не казалось, что он умнее возможности, ответственнее, как бы старше своих ровесников? Есть такое чувство, да, что он постарше в склад ума и рассуждения его. Футбол подтолкнул к этому, сыграл в этом роль? Дисциплина, ответственность, я думаю, что да. Ну вот есть весьма растиражированные, опять-таки, заявления Макса о том, что на поле он бьется за семью и не может позволить быть себе хлюпиком. Он правда в определенный момент решил, что именно он должен быть главной семье, и именно он должен заботиться о своих близких людях? Да, он такой, помогает он очень много, и друзьям помогает, и семье помогает. А вот то, что нельзя быть хлюпиком, нужно быть сильным, это какая-то такая мужская компенсация за то, что в детстве не все было благополучно и обеспечено? В детстве, конечно, я не сказала, что не обеспечено все необходимое, то, что должно быть, это все присутствовало. Ну вот, конечно, мы не жили там с избытком, с излишком. Ну вот у мальчишки были поводы, например, завидовать каким-нибудь другим своим товарищам в их более комфортной жизни? Ну, поводы были, конечно, PlayStation, телефон там у товарища намного современнее. Тоже как бы у цели хотелось этого телефона, и даже вот первую зарплату, которую он получил в Крыльях Советов, купил телефон, айфон. Исполнил первую мечту потом, ну это, конечно, не главная мечта, но ему очень его хотелось. Ну, тем более мальчишка. И мальчишка, да, еще. Ну, мы не могли такой телефон позволить. Смог его себе на первую зарплату. Вот Максим сам говорил в интервью, что ему даже, чтобы бутсы купить, надо было сначала попросить у мамы, потом зайти к одной бабушке, потом к другой бабушке, подкопить, да, с дня рождения, а потом уже появятся бутсы. Ну, да, мы так собирали на бутсы, потому что бутсы профессиональные, они очень дорого стоят, мы не помещались в бюджет. Мы всей семьей мы собирались и покупали, да, это были бабушки, дедушки. А в школе, в классе все были приблизительно в одном социальном статусе или тоже было определенное расслоение? Ну, в начальной школе все были в одном статусе, а уже после начальной школы там уже разделение, конечно, было ощутимое. К разговору присоединяется классный руководитель Максима Мухина, Ольга Владимировна Ткаченко, и эту тему мы, возможно, тоже продолжим. Здравствуйте, Лариса Павловна. Здравствуйте. Ольга Владимировна, давайте сразу поясним, да, вы классный руководитель, у Максима были именно в Академии Коноплева. Да. Ну, то есть вообще, в принципе, в вашем подчинении, да, и на вашем обучении находились все мальчишки-футболисты? Ну, да, конечно же. Это определенная же специфика, это же совсем другое, чтобы просто в общеобразовательной школе работать? Абсолютно другая работа. Вы же до этого наверняка в обычной школе работали? Да, в Академии. И вот вы пришли в Академию. Какие у вас были вообще, в принципе, первые впечатления от того, что вот теперь образовательный процесс такой, и в нем задействованы только мальчишки-спортсмены, полностью погруженные в футбол? Ну, во-первых, по сравнению с общеобразовательной школой, ну, с обычной школой, очень помогает то, что нет девочек. А, браво, браво! Отвлекает, да, от учебного процесса. Да, вот прям с маленького возраста. У нас дети учатся только с пятого класса, когда их принимают в Академию футбола. И, соответственно, возраст уже начинается переходной, и девочки уже очень мешают. Хотя, вот, опять же, по сравнению с обычной школой, на девочек есть упор. Они старательные, они послушные, они всегда готовы отвечать. У мальчишек такого нет. Пока не спросишь, не ответит никто, потому что они не считают это сильно важным для них. Но зато не перед кем... Выпендриваться. ...выпендриваться, да. Поэтому стараемся... В основном, на что идет упор у нас в Академии? Мы стараемся устроить соревнования. Поскольку спортсмены, у них все равно нацеленность идет на победу. В любом абсолютно уроке, хоть математику возьми, хоть иностранный язык, хоть биологию, соревнования прям помогают очень сильно. Понятно. Ольга Владимировна, давайте теперь больше про Максима непосредственно, про самого. Как его характеризуете, да, в плане учебы, в плане отношений? Вот Лариса Павловна говорит, что хорошо учился. Взгляд с другой стороны, представьте. Хорошо. Он... Нет, он учился хорошо. Максим, он отличался старательностью всегда, ответственностью. И он был очень упорный до последнего момента. Вот даже в 10-м классе, вот когда там уже все забиваются учебу, все стараются попасть в какую-то команду. Все мечтали там выбирать сборную. Максим, он был единственным, у кого был дневник, и у кого всегда было домашнее задание выполнено. Лариса Павловна, это ваша заслуга, или это Максим сам? Это Максим. Это его ответственность. Это и к спорту, и к учебе одинаково он относился. Понятно. Даже уроки не проверяла уже последние годы. У мамы я знаю все, я знаю, что мне надо делать, не надо мне подсказывать. Очень здорово. Не мы всегда знали. Если нужно спросить задание, у Максима всегда сделано. Всегда цитрадочка, всегда по геометрии, по биологии, рисунки нарисованы, чертежи сделаны, с ремейкой, они просто так где-то списаны. Он всегда старался вникнуть в задачу, чтобы потом она ему решилась. Ольга Владимировна, ну вот знаете, все равно интересно. Вот вы заведовали и заведуете, и ведете образовательный процесс в рамках, ну по сути, спортивной школы, да, спортивной академии. Вы делаете скидку на то, что у мальчишек большие нагрузки, что у них там очень серьезные тренировки, и что в голове все равно в большинстве своем футбол. Конечно. Ольга Владимировна, допускаете моменты пропуска? Если у ребенка есть уважительная причина, уехал он куда-то, допустим, вплоть до того, что Лига чемпионов идет, и маложенцы спатят в два часа, мы не можем. Или учить там какие-то уроки. Мы всегда знаем, когда чемпионат мира, когда Лига чемпионов, когда у нас дети придут, абсолютно не готовы, и мы прекрасно это понимаем. И у нас изначально урок построен так, чтобы дети получили знания, тут же их закрепили, тут же мы выполнили какую-то работу, там самостоятельную, тестовую, коротенькую, для того, чтобы что-то закрепилось, мы получили результат. На следующем уроке, опять же, если мы имеем возможность, если у нас урок завтра, послезавтра происходит, у нас есть возможность повторить, закрепить, восстановить все знания, значит, делаем. Бывает такое, что у нас вот дети побыли три дня, например, уехали на какие-то соревнования, вернулись две недели, и они ждут следующих соревнований, они все равно нас не слушают. Они готовятся к следующему, важнее победить дальше. Поэтому, конечно же, скидки на все есть. У вас с поведением и успеваемостью проблем не было? Никогда. Причем вот он, ну, немного осталось. Вот тех детей, которые взяли в шестом классе, и мы их выпустили в одиннадцатом, то есть у них не было проблем ни с учебой, ни с тренерами, хотя тренеры вот в 2001 году, по-моему, штук, ой, человек пять или шесть поменялось. Простите. Человек пять или шесть поменялось тренеров у них. И Максим всех выдержал, как бы. Вот я считаю, что это, опять же, достоинство Максима. Это его стойкость, его уважение к любому тренеру, его готовность принять позицию тренера. Вот из тех детей, кто пришел в шестом классе и закончил у нас в одиннадцатом, вот осталось шесть через семь. Среди них Максим. То есть человек, который просто настроил себя на то, что он должен работать и быть ответственным. То есть изначально же их человек двадцать, да, было, когда они приходили, или больше намного. Поступало двадцать два. Двадцать два, да. Двадцать два. Ольга Владимировна, спасибо вам огромное. Спасибо за рассказ, спасибо за позицию, спасибо за то, что рассказали нам о том, что самое главное и ценное в Академии, да, и чем вам запомнился Максим Мухин. Итак, классный руководитель Максима Мухина, действующий в настоящий момент преподаватель в Академии Коноплева в Тольятти, Ольга Владимировна Ткаченко. Всего доброго, спасибо. Спасибо, Ольга Владимировна. До свидания, спасибо. До свидания. Мама знает все. Лариса Павловна, что было после Академии Коноплева? Какие варианты рассматривал Максим и на чем в итоге остановился? Ну, он еще учился в 11 классе, когда начал играть за молодежную сборную крыльев советов. Он уже перебрался жить туда. В Самару? В Самару. Жил в Самаре. И поэтому у нас уже было дистанционное обучение, индивидуальное. Вот. В Самаре он год. Потом контракт истек, и получили приглашение с локомотива. А вот давайте на крыльях советов остановимся. Он уехал, соответственно, жить в Самару. Вы тогда уже ему полностью доверяли? Вас не беспокоило этот момент, что мальчишка один уехал в другой город жить? Не беспокоило. Доверяли, доверяли. Ну, это на базе же так же, как в Академии Коноплева база. И там база при команде крыльев советов. Ну, тем более, Самара не так далеко от вас. Она недалеко. Это час изданной машины. Ну, вообще, вот я к вопросу о доверии, о том, что парень один уезжает. Вообще, в переходном возрасте с сыном были какие-то проблемы? Конфликты, сложность в общении, алкоголь, я не знаю, там что угодно. Сложности, я не знаю почему, но их не было. Перепадов настроения, желания... Ну, нет, настроение, я думаю, это же у всех есть. Отстоять свою точку зрения, не слушать родителей, потому что они уже другое поколение, а мы, молодые, все знаем лучше и сами. Мама, ты не права. Может сказать, мама, ты не права. Можем обсудить, в чем мама не права, в чем ты прав. Ну, точки соприкосновения находились всегда. К 2019 году Максим Мухин получает приглашение от московского локомотива. Не все было гладко с переходом в столичную команду. Мухины чуть не стали жертвами махинации нечистоплотных футбольных агентов, об этом мы уже сегодня поговорили, и с Ларисой Павловной, и с дедушкой Павлом Александровичем. Но факт остается фактом. Максим Мухин попал в стан железнодорожников. Об этом подробнее чуть позже, нам надо ненадолго прерваться. Он, как железный человек, каменное лицо и всегда все выполняет. Даже если ему больно, никогда не подаст виду. Так говорит про Максима Мухин, один из его прежних тренеров. Молодой футболист, игрок национальной сборной, представитель ЦСКА. Продолжаем разговор о нем вместе с его мамой Ларисой Павловной. Программа создана с подачей Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка» в студии ведущей Татьяны Гордеевой и Катрины Гайсина. Лариса Павловна, травмы преследовали вашего сына в футболе? Травмы были, они неизбежны. Ну серьезные какие-то? Или футфу, как говорится? Не серьезные. Они восстанавливались, проходили реабилитации. Снова в бой на поле, тренировки. А к конфликтам на поле Максим склонен? Может в драку ввязаться? В драку нет, но отстоять, доказать словами может. Ну вот шустрый на поле. А решение по жизни он быстро принимает? Думаю, что да, быстро. Долго не раздумывает, не решает. Может, заранее он знает уже, что ему надо в этой жизни. Поэтому моментально. А по поводу его легкости и реактивности? Он еще с детства худенький же был. То есть сказать, чтобы он отличался какими-то серьезными параметрами невозможно. Вы, как мама, не работали над вопросом? Не пытались его как-то откормить? Откормить не пытались. Рацион всегда полный. Мы читали литературу, что должен кушать спортсмен. Как правильно построить рацион. Завтрак, обед, ужин. Ну такое телосложение, наверное. Или может энергии очень много тратить. Трудно сказать. Но вообще он избирательный в питании? В юношеском, в детском возрасте нет. Сейчас он питается, конечно, по правилам. Белки, жиры, углеводы, все должно быть. Все под контролем. Под контролем. В 19 лет Максима Мухина вызвали в сборную России. Лариса Павловна, помните подробности этого события? Момент помню. Как говорил сам Максим, его цитаты, что вы были в диком шоке. В диком шоке. У нас вся семья, конечно, пребывала на тот момент. Я возвращалась с работы. Еще зашла в магазин. И руки заняты. Я иду, а у меня телефон разрывается. То сообщения приходят, то звонки. Думаю, ну сейчас я приду на бой, эти сумки поставлю и уже отвечу на все сообщения. Прихожу, открываю первое сообщение. Максим Мухин попал в сборную России. А он нас любит, Максим, очень всех разыгрывать. Я говорю, ну, наверное, розыгрыш опять какой-то. Кто-то что-то там выжил, посмеяться решил. Или нашу реакцию знать. Потом звоню папе. Я говорю, папа, ну да. Я, говорит, сам сначала не поверил. При том, что он ни разу не вызывался ни в юношескую, ни в молодежную сборную. Ну, удивление было, конечно, что почему в юношескую вот прошел там этапы, вызвали, ну, Максим почему-то не попал. Ну, не попал, не попал, двигаемся дальше. А тут друг сборной России. Это, конечно, было для нас полной неожиданностью, как и для него. Он волновался перед игрой за сборную? Или азарт, показать себя на этом уровне, был гораздо сильнее страха? Я думаю, что волны не было. Это я видела. Все-таки по телевизору это я увидела. Новая теперь популярная история с вызовом футболиста в сборную. По сценарию ее такой. Ребята узнают про то, что они включены в состав за два часа до того, как надо садиться в самолет и уже куда-то лететь на сборы. Насколько я понимаю, с Максимом было приблизительно так же. Ну, это да, было так. Это с Максимом рассказывал, что как раз к нему эта девушка из Тольятти приехала. Подруга его, да? В гости, да, подружка. Вечером они готовили гречку с мясом, по-моему, он сказал. И прозвучал звонок. При том, что это был врач сборной России, они уже общались. И он сказал, вот Станислав Саламович хочет с тобой пообщаться. Конечно, для него это было тоже удивление. Ну, он спокойно приговорил и спросили, ты собираешься, что там как бы праздники какие-то намечались, выходные. Он говорит, ну, я уже домой собираюсь. Ну, откладываю все свои дела и приезжаю в расположение сбора. Лариса Павловна, вот вы объясните для непосвященных в том числе. Если футболиста не вызывают в сборную страны, он может считать себя полностью состоявшимся игроком или как? Ну, я думаю, что каждый футболист, это для него цель, это стремление попасть в сборную России. Иначе для чего это совсем, ну, тренироваться, для чего это цель. Каждого футболиста, он к этому стремится, каждый. Родной брат Максима Мухина – Никита. Еще раз напомним, что старшему Мухину сейчас 25 лет. И он тоже с детства занимался футболом. Понятно, также под чутким руководством дедушки Павла Александровича, но в итоге этот молодой человек стал не игроком, а футбольным арбитром. Давайте поговорим об этом с ним лично. Здрасте, здрасте. Привет, Никит. Никит, ну давай все-таки про Максима. Он именно про тебя рассказывал, что у тебя очень вспыльчивый характер. Ну, есть слегка такое. И что в этом какое-то определенное ваше различие. Ну, различие они на футбольном поле проявляют. То есть я в жизни более вспыльчиваю на поле. Слушай, но в итоге ты в какой-то определенный момент понял, что тебе лучше быть не игроком, а лучше быть судьей и арбитром? Да нет, просто так получилось. Я хотел играть в футбол, но так сложились обстоятельства и пошел в футбольный арбитр. Слушай, не знаю, насколько тебе известно, но Максим как-то говорил, что он будет лучше, чем Никита. Видимо, имея в виду карьеру игрока. Тебя по твоему самолюбию ударили такие заявления? Если честно, я такого-то не помню даже. Ну, это просто он маме сказал, что когда Никита медали привозить начал на первые награды, он так наблюдал, наблюдал. И потом говорит, мам, ну я же буду лучше, чем он. Была такая вот, да, у него глаза такие серьезные. Я ему все хорошее отдал, а тебе набралось все плохое. Ну да ладно. Пульс играет. Лариса Павловна, а это нормально вообще ситуация, когда между братьями существует определенная конкуренция? Я думаю, это хорошая, здоровая конкуренция. Она должна быть, наверное, такая, если целеустремленность, я буду лучше, я должен быть лучше. И так получилось, что результаты побольше, чем у Никиты, да. Никита, а вы общаетесь с братом на футбольные темы? Я ему высказываю свое мнение, а не свое. Тоже так, что с этим поводом общаемся, грубо говоря, как каждый игрок, обсуждаем. А ты ему замечания делаешь по поводу того, какой он проводит тот или иной матч? Такое бывает, да, как же. Он обижается на тебя? Нет. Или ты его хвалишь? И хвалю, и порой подскажу, где что-нибудь так вот, на мой взгляд, он сделал. Он адекватно все это воспринимает, прислушивается. Мы сегодня общались с дедушкой, с Павлом Александровичем. Он сказал, конечно, что когда играет Максим, он смотрит эти матчи, там и Валерьянка, и Валидол, все припустено на всякий случай, да? Вот. Ты смотришь игру, например, с участием брата не просто как брат, но еще и как арбитр, еще и как человек абсолютно футбольный. Что ты переживаешь в момент, когда какая-то принципиальная история, какой-то принципиальный матч и на поле Максим, твой брат? Ну, конечно, в первую очередь болезнь у него. А как? А что переживать? Это игра. Сегодня-то выбрал, завтра проиграл. Я вот не свернул так с Валерьянками, я по-другому просто, может, не воспринимаю. Никита, есть у братьев Мухиных общее увлечение? Ну, зимой мы как на лыжах, на коньках порой катаемся, да? Летом. Ну, мы редко пересекаемся просто, поэтому, как не скажу. Ну, покупаться сходим. Понятно. Выводом, самым главным, я думаю, что... Кондюрсерные игры играем. Ага, компьютерные игры играть, когда встречаетесь. На расстоянии. Да нет, ну и так даже на расстоянии, все. Я думаю, самый главный вывод по общению с Никитой Мухиным мы делаем один, что надо чаще встречаться, а еще лучше сделать это в гостях у мамы. Я думаю, она будет счастлива абсолютно, ну и братьям всегда, мне кажется, прекрасный повод побыть вместе. Никита Мухин был у нас в эфире. Никита, удачи. А удачи в работе, удачи в жизни. Всего доброго. Мама знает все. Лариса Павловна, а вам дочку когда-нибудь хотелось иметь? Конечно, хотелось. Или мальчики это круче? Хотелось девочку. Когда родился первый ребенок, как бы не задумывались, кто должен быть, мальчик или девочка. Ну так как был первый мальчик, почему-то хотелось девочку. Но очень рано узнали, что будет мальчик. Но я не сильно расстроилась. Мы, в принципе, разговаривали про эту тему, просто еще раз ее закрепить. Вы представляли когда-нибудь, ну там, может быть, когда они совсем маленькими были, что ваши сыновья вырастут, будут юристами, дизайнерами, айтишниками, бухгалтерами или еще чем-то вот, да, из мирных профессий, скажем так? Не представляю. Не представляю. Не представляю. Хорошо, тогда возвращаемся уже конкретно к карьере Максима. Как вы приняли переход Максима в ЦСКА? Вообще вам, маме, сложно было переживать то, как сын меняет клубы? Это непростая практика? Мы не готовы были, случилось все как-то стремительно, не готовы были к этому переходу. Мы как-то сами, и Максим привык к локомотиву. Каждую игру смотришь и уже воспринимаешь уже как близких таких людей. Своих, да. Своя команда, своя, ну как семья, спортивная своя семья. И Максим уже как бы два года там начинал с молодежки, потом казанка и попал вот в основную команду. И у нас как-то даже и мысли не было, что он может перейти в другую команду. Максим Мухин выступает у армейцев с цифрой 6 на спине. Ранее под этим номером в ЦСКА играл Алексей Березуский, который на данный момент главный тренер команды. Как так номер остался свободным? Ну, как Максим сказал, он, говорит, сам был очень удивлен, что этот номер свободный. И захотел именно шестой номер, и получилось, что он его получил. Максим Мухин. Муха. Активно обсуждаемый, интересный, резонансный футболист. Говорим о нем в нашей программе. Правда, прямо сейчас ненадолго прервемся. Мама знает все на Авторадио. Союз Европейских футбольных ассоциаций, иначе говоря, УЕФА, включил полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина в список перспективных игроков. Об этом сообщается на сайте организации. В почетный список входят игроки не старше 21-го года, которые могут выстрелить в 22-м году. Ваш выход, Максим Мухин. Ждем. И продолжаем программу с участием мамы Максима Ларисы Павловны. Проект подготовлен по инициативе Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Лариса Павловна, это хорошо, когда молодому человеку дают такие авансы. Я вот именно про заявления, про рейтинги УЕФА. Ну, конечно, авансы – это хорошо, потому что человек, получая такой аванс, он будет доказывать, прилагать все усилия, чтобы все-таки оправдать доверие тренеру. Обращаясь опять-таки к недавнему прошлому, мы хотим поговорить отдельно про этап в «Локомотиве». Это, на самом деле, очень важная стадия в развитии игрока, да и все основные трофеи, которые на данный момент есть у Мухина, они связаны конкретно с «Локомотивом». А вот вообще все кубки, медали, они где у вас хранятся или где-то у Максима? Почему-то решили, что должны быть у дедушки. О, это же абсолютно справедливо. Раз мы решили, что это первый тренер все-таки Максима. Конечно, они раньше хранились дома. Медали, кубки, награды. Там лучший бомбардир, лучший полузащитник. Такие статуэточки на подножке. И подписано, какой турнир. В каком году, какое место. И как бы решили это года два, наверное, назад. Заказали медальницу. Подписали, что это Академия. Максим Мухин. И туда поместили все медали и награды. И все это у дедушки стоит где-то на видном месте? Это у дедушки, да, на видном месте. Развешены все футболки. Комната футболиста. Максим, когда приезжает, дедушки в гости, он в этой комнате. Здесь и его футболки висят, и его награды. Футбольная такая комната. Максим дебютировал облоков 19 лет. Вы часто бывали на матчах Локомотива? Нет, не получилось. Я была, когда он играл за Казанку. Приезжала с Толиэтей в Москву. Была на одном матче в 19-м году. Вам вообще настроение стадиона нравится? Поддержка стадиона, именно болельщиков, это, конечно. Когда смотришь по телевизору, больше слушаешь слова комментатора. А когда ты находишься на поле, даже иногда и не понимаешь. Мне уже надо, чтобы мне кто-то сказал, правильно ли... Комментатор нужен, да? Мне нужен комментатор. Правильно ли идет игра, и кто на данный момент правильно себя ведет. Даже иногда мечи-то вот так вот сидим, и ищем, где этот мяч на поле. Конечно, совсем другая атмосфера, когда по телевизору, когда непосредственно уже на стадионе смотришь. Мы решили еще раз поговорить про Локомотив, еще и потому, что на приглашение поучаствовать в нашей программе с удовольствием откликнулся замечательный человек, бывший главный тренер Локомотива Марко Николич. Здравствуйте, Амина. Познакомились никогда? Да, мы с вами не знакомы. Мы рады познакомиться. Да, очень приятно. Я тоже очень рада. Не забыли еще игрока Максима Мухина? Конечно, нет. Я не забываю никогда своих игроков. Ну, тогда поговорим, но для начала такой общий вопрос. Марко, чем сербы и русские особенно похожи? Мне кажется, первая наша вера, православная вера, потом, как сказать, не знаю, это слово по-русски, обычай, можно так сказать. Обычай. Обычай, да. Отношение к семье, родителям, и вообще так связи со семьей. Это похоже, а в отличие по менталитету, мы здесь, на Балкане, мне кажется, намного больше так горячие, горячие менталитеты и больше дружественные люди, чем русские. Скажите, а не легко вам было работать с русскими футболистами? Нет, это не было ничего особенного. Во-первых, я привык работать в разных странах. Мне было удовольствие работать с русскими футболистами, было очень хороших отношений. И я просто понял, понял, как работать с футболистами, у которых тоже есть эмоции, которые у души, так сказать, одинаковые, как и в Сербии. И никаких проблем не было, наоборот. У нас тут пишут, что вы обязательно вернетесь для работы с российскими футболистами. Что скажете? Журналисты должны писать что-то на каждый день. Как вы знаете, мне кажется, я только сделал один большой интервью. И там у вашей коллеги, когда я ушел из России, и вообще ни одного моего слова никуда не было, а до сегодня, до этого разговора. Просто только я знаю, что правда есть, а что правда нет. Но правда есть, что мне было вообще успешно и хорошее в России. Я полюбил страну, полюбил людей там. Может быть, один день буду снова работать, а может быть, нет. Это нифига не знаешь. Понятно. Теперь конкретно про Максима. Вы дали Максиму Мухину путевку в основной состав ЛОКО. Что было решающим фактором? Это совсем другое. У нас молодой парень считается 17-18 лет, 16-17-18 лет. А в России, я говорю про футбол, а в России считается молодым футболистом там 21-23 год. Это совсем по-другому. Так у меня была просто идея, кто лучший человек, этот будет играть, этот будет занимать позицию основной команды. А Максим, я видел его талант там уже, когда только пришел в клуб, и сразу брали его с собой там тренировать. И не только Максима, там были Никита Иосифов, который сейчас Филиарал, Силя, Силянов, Дитков, Кудяков. Не знаю, там 6-7 игроков. Это группировка была, 5-3 интересных игроков. Максим был первый из них, который постоянно начали играть. Тренировали со мной там, мне кажется, 6 месяцев там лет от с лета до зимы. Чуть-чуть добавляли игровую практику, но не много. А потом после зимних зборов они просто разгромили там зимних зборов. Наша работа как тренеру помогать им, а они сами забрали свою позицию. Нормально мы им доверяли, говорили с ними, добавили шанс играть, а они пользовались этим моментом. Вы смотрите, вы помогли молодому футболисту раскрыться, окрепнуть. После этого, ну, пусть не вот стремительно, но достаточно быстро он переходит в ЦСКА, клуб-конкурент. Как вы отнеслись к такому решению? Я не был удивлен с этим, просто я был в курсе, что происходит там. В свое время там была специальная ситуация с его контрактом. У клуба была одна позиция, у Максима его агента была другая позиция. Ну, так бывает в футболе. Мне были жалые, я был расстроен, потому что он ушел в другой клуб. Но он пошел в большой клуб, тоже большой русский, один из самых больших русских клубов. Выбрал свой путь. Мы открыто говорили еще раз, пожелали удачи друг другу. И очень-очень хороших отношений пошли каждый своим путем. Марк, а вы сейчас следите за российским футболом? Смотрю, смотрю, да. Сейчас есть время, смотрю там игры, смотрю, локомотивы смотрю, ЦСКА, Динамо, Зенит. Очень жалую, что происходит с этой ситуацией, что убрали русский клуб с Европейской кубок. Если кто знает эту ситуацию, мы в Сербии это знаем, потому что нас убрали в 1991 году на 4 года по поводу санкций, которые были у нас с европейских компетиций, футбол, баскетбол, все спорты. Так, мне кажется, это просто ужасная ситуация, поэтому спорт и политика это совсем разные вещи. Да, будем, конечно, очень надеяться и ждать, что это разрешится как в каком-то скорейшем варианте и в позитивную сторону. А по поводу Максима, как вы думаете, вот на настоящий момент Максим полностью раскрыл свой талант или есть еще большой потенциал роста? Есть еще большой потенциал, я об этом уверен. Я об этом ему и говорил в последний раз, когда видел, что он должен добавлять, каждый дневно должен добавлять молодой футболист, и только молодой, должен ежедневно добавлять. У Максима есть очень большое количество работы и бега в каждой игре. Он очень агрессивный футболист, оборонительных действий сумасшедших. Надо добавлять чуть-чуть техники, об этом мы говорили постоянно, а это надо постоянно ежедневно работать на тренировках, чтобы это первое, первое, второе, касание передачи было еще лучше. Поэтому, что натурально у него есть, это талант и это боевой настрой, это в самом верху, так сказать, уровень очень высокий, над чем надо работать, я только сейчас сказал. Спасибо большое. Да, да, спасибо вам за звонят. Удачи вам, всего самого доброго, и будем надеяться до новых встреч. Да, может быть, никогда не знаешь, куда. Футбольная дорога тебе. Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич, человек, который в российском футбольном мире, безусловно, очень известен и очень авторитетен. Лариса Павловна, очень интересно, конечно, узнавать про вашего сына, какие-то такие яркие детали, важные подробности. Сколько Максима может быть без футбола? Ну, может, день-два. Даже в гости к нему, когда приезжаем, мяч, он все время под ногами. Играем, финты там что-то набиваем. Постоянно. Мяч, один, второй, третий, где-то в квартире всегда присутствует. Максим Мухин, игрок национальной сборной и футболист ЦСКА. Лариса Павловна, спасибо вам большое за сына, за то, что дали возможность о нем поговорить. Спасибо за доверие, спасибо за откровенность. Спасибо вам огромное. Также благодарим всех слушателей за внимание. И напоминаем, что все выпуски программы «Мама знает все» доступны на подкаст-платформах Яндекс.Музыка, Apple подкасты и подкасты ВКонтакте, на сайте авторадио.ру и в социальных сетях сборной России по футболу. С вами была Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. До новых встреч! Самые близкие и важные в жизни люди – мамы – помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. «Мама знает все» «Мама знает все» Продолжение следует...